Брещанка Надежда Брачук – ремесленник. Ее творческий стаж не очень длительный, но опыта девушки не занимать. О креативности и широте идей может позавидовать любая дизайнерская студия. При этом главные вдохновители у мастерицы – ее маленькие племянники. Из общения с детьми девушка черпает образы и идеи. Мои вдохновители – это дети моей сестры. И они, все, что я делаю, они очень прям восхищаются. Всем. Всегда готовы примерять, потому что я в основном все детское делаю. Каждая из работ Надежды Брачук – маленький шедевр, хранящий тепло и живую энергетику рук мастерицы. Удивительно, но некоторые идеи пришли автору во сне. Среди таких эксклюзивных работ – деревянные сумочки. История их создания – симбиоз творческих идей и преемственности поколений. Мне приснилось, что я в дырочке просовываю нитки. Я тогда не вязала. Утром я проснулась, нашла моток ниток, начала просовывать. И сначала корзинка первая у меня появилась. А потом нитки закончились, и я только донышко успела обвязать. И вторую, взяла второе, начала другими нитками обвязывать. И получилось. Потом просто их, когда складывала, убирала в сторонку, и получилось, что одну на одну наложила. И так сумочка родилась. Все идеи, которые рождаются у Надежды, воплощаются в жизнь. Как шутит мастерица, будь у нее больше финансовых возможностей, она скупила бы в специализированных магазинах все самые креативные и интересные ткани, фурнитуру и аксессуары. Ремесленники – такие люди, которым все надо сразу, за один раз. И мне все хотелось сразу скупить. Ремесленничество – это хобби Надежды. Поэтому зачастую мастерица предпочитает творить ночью. Хендмейт рождается в свободное от основной работы время. Даже самоавтор не всегда знает, сколько времени уйдет на создание сумочки, бабочки или именной подушечки. Если бы это была не роспись, а сразу я отдавала на вышивку, как все отдают сейчас, то быстрее бы гораздо было. А так у меня только роспись занимает от часа. Час минимум что-то самое маленькое. А с метрикой больше двух часов подушечки делается. Сейчас в Бресте зарегистрировано почти 2000 граждан, решивших заняться ручным творчеством. Из них чуть более тысячи в Московском районе. Став ремесленником, получаешь возможность не только заниматься любимым делом, но еще и получать совершенно легальный доход. Ремесленная деятельность – это не предпринимательская деятельность. На сегодняшний день физическим лицам очень удобно и практично просто прийти в налоговый орган по месту регистрации, написать соответствующие заявления для желающих занятия ремесленной деятельностью и уплатить ремесленный сбор. Ставка ремесленного сбора составляет одну базовую величину. Ремесленная деятельность – это самостоятельная деятельность физического лица, где человек может себя творчески реализовать. Все, что он умеет и все, что непосредственно указано в налоговом кодексе и в соответствующем указе президента, он может это все изготавливать и потом в дальнейшем реализовывать данную продукцию. Продавать свою продукцию ремесленники могут в интернете, в социальных сетях, лично и через торговые сети по договору реализации. Со стороны государства для креативных и талантливых мастеров созданы достаточно благоприятные условия для творческой реализации и самозанятости. А это значит, что способов и возможностей для заработка становится еще больше.